Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстро и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях человек, который в представлении не нуждается. Несмотря на то, что после его смерти прошло уже больше 10 лет, продуктами его компании пользуются миллиарды людей по всему миру. Книга «Ай-презентация. Уроки убеждения» от лидера Apple Стива Джобса. Формальным автором книги является Кармин Галло, тренер по ораторскому искусству, который рассматривает поведение легендарного бизнесмена и предлагает нам какие-то полезные советы по завоевыванию зрительского внимания, а затем и авторитета. Очевидно же, что вся книга посвящена гению Стива Джобса. Вместе с Джобсом Галло и книгой «Ай-презентация» чуть-чуть итальянского игристого, которое мы открывали на праздновании 10 тысяч подписчиков. А теперь-то у нас, ого-го, 10 тысяч 100 подписчиков на канале. Любим, целуем каждого из вас. Если смотрите обзоры книг на «Читай быстро» первый раз и слегка недоумеваете, то знайте, что мы тут живем по принципу «Нет ничего лучше, хорошей книги и вкусного вина». Вот вместе с ним давайте и попробуем разобраться в 10 фактах 3 задачи, в чем был гений публичных выступлений Стива Джобса, сможем ли мы его повторить после того, как прочтем эту книгу. Спойлер, есть ощущение, что сможем. Поехали. Вся книга в нескольких предложениях. В момент вашего выступления не бывает неважных мелочей. Центральный элемент — это ваша презентация. Потом не менее важный элемент — это вы сами, ваше эмоциональное состояние. Дальше отказ от лишних цифр, чуть-чуть старитейлинга и щепотка эмоций. Так рождались превосходные презентации в стиле Стива Джобса, которые начинались с первого факта «История создается вокруг каркаса». Успех выступления, по мнению Стива, зависит не от красивых слайдов, а от истории, которая вызывает интерес у публики. Начинать планирование выступления необходимо с одной ключевой идеи, вокруг которой вы и строите повествование. Подготовка информации должна занимать у вас в два раза больше времени, чем техническое оформление, подбор шрифтов, дизайнов и картинок в цифровом формате. При представлении нового продукта или услуги, ключевой мыслью следует сделать покупательскую выгоду. И помнить, что мастерство достигается упорным трудом. Для того, чтобы достичь идеала в любой сфере, нужно долго и упорно практиковаться. Привет, Малком Гладуэлл! И 10 тысяч часов, необходимых для достижения профессионализма. Стив Джобс, ну все же мы знаем его историю, если кто не знает, может почитать на Википедии. Он точно не сразу стал искусственным оратором, и у него точно было 256 падений на 257 подъемов. Он репетировал свои выступления по несколько дней подряд. Идеально отработанная речь уже не требует подсматривания в заметки. И если информации было много, он опирался на краткие тезисы, оформленные как раз в слайдах, чтобы они помогали ему очень свободно и непринужденно плыть по всему повествованию от первого тезиса до самого последнего. Ну и конечно же информация лучше запоминается, когда присутствует тематическая картинка. Как например, вот на этом слайде человек, который достигает мастерства своим упорным трудом. При этом выступающий, и равно как и человек, который достигает мастерства своим упорным трудом, должен быть спокойным и невозмутимым. Во-первых, никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Вспомните Билла Гейтса и его знаменитый синий экран смерти в момент самой первой презентации операционной системы Windows для инвесторов. Ну и что? Технический сбой никогда не должен выбивать вас из колеи. Даже при наличии очевидной ошибки. Продолжайте рассказ уверенно, спокойно. Вот как я, например, сейчас. Если зрители мгновенно считывают эмоции, то они оценят то, как вы прошли эту кочку и продолжайте дальше свое повествование. Когда оратор начинает нервничать, его перестают воспринимать серьезно. Для того, чтобы не нервничать, будьте готовы к различного рода вопросам, исчерпывающим, подготовьтесь. И в этом вам поможет метод ведра. В этой книге писатель предлагает нам разложить предполагаемые вопросы, то есть как бы спроектировать, что вас может ждать во время презентации и после нее, какие вопросы могут прозвучать. И вот можете разложить по ведрам, по уровню сложности, по каверзности, по эмоциональности, потому что у вас больше всего выбивает из колеи, а с каким вопросом вы расправитесь очень легко. И вот так вы закрываете наибольшее количество похожих вопросов, и писатель называет это попаданием в ведро. Прием очень активно используют политики, у которых есть продуманные заранее ответы общего содержания на вопросы с подвохом. Наверняка, если вы смотрели какое-нибудь политическое ток-шоу, то наблюдали, как в эти самые ведра политики лезут за тем, чтобы достать ответ на очередной каверзный вопрос. При этом помните, что для вас, как для выступающего, все-таки достаточно важна игра на эмоциях публики, потому что аудиторию нужно заинтересовать, и вначале это можно сделать с помощью решения какой-то быстрой проблемы, ради которой все здесь собрались и вас, собственно, слушают. Вы ее представляете на своем примере, эту проблему, например, отсутствие продукта для инновационных товаров, или недостаточный функционал, или какие-то ограниченные опции при предложении усовершенствованной модели и так дальше. И тут же преимущества и плюсы от покупки проговаривайте простым, обычным, понятным языком. Не вашим деформированным, который вы себе заработали в результате достижения вот этого мастерства в той сфере, про которую вы рассказываете, а обычным человеческим языком, который будет понятен всем. Ну и, собственно, ваше собственное мнение о продукте, ваше мнение как оратора и выступающего должно быть емким, ярким, лаконичным и вызвать, самое главное, эмоцию. Это не должны быть сухие таблицы, убористый мелкий текст на слайдах и так дальше. При этом помните, что шестой факт из книги говорит нам о том, что секрет заключается в простоте. Во-первых, они заставляют вчитываться, задумываться и непонятно на что обращать внимание. Во-вторых, вы должны сделать так, чтобы суть каждого слайда можно было понять без лишних усилий в результате беглого осмотра этого самого слайда. Потому что аудитория больше обращает внимание на то, что говорит оратор, а не написанный за его спиной текст. Если вы подбираете лаконичное описание к картинке только для того, чтобы вызвать стойкую ассоциацию, вы выигрываете. Если вы этим описанием заполняете весь слайд, вы проигрываете. Маленькое короткое описание и эмоциональная картинка позволяет вам запомниться и вызвать какую-то эмоциональную привязку у аудитории, которая вас слушает. Ну и минимализм и та самая простота, она должна присутствовать и в самой речи. Простые слова, запоминающиеся сравнения и какие-нибудь емкие метафоры. При этом, хоть любой бизнес-тренер вам скажет, что ваше выступление должно строиться на основе цифр, Стив говорил, используйте в презентациях минимум цифр. Потому что числа плохо запоминаются в моменте, особенно если их много, и они перегружают презентацию. Те, кто слушают вас, пришли, как правило, если мы уже говорим про эмоциональную связь, пришли к вам и слушают вас не из-за цифры. Ей интересны какие-то, это и вашей аудитории, интересны какие-то конкретные выгоды продукта, и как следствие ей интересно эмоциональное состояние, которое они будут испытывать при использовании вашего продукта. Ну, если вспомнить выступление Джобса во время презентации iPod, то можно вот эту вот часть про минимум цифр описать, как то, что он вместо... Ну, хотя он тоже там использовал цифру, когда говорил, что на гаджет поместится тысяча треков, а мог сказать, что его емкость там будет 5 гигабайт. Это было бы тоже эффект разорвавшейся бомбы, потому что большая достаточно емкость и все дела, но тысяча любимых песен вызывает гораздо больше эмоциональную привязанность, чем 5 гигабайт свободного места. Поэтому я бы, наверное, название этого факта чуть-чуть видоизменил, поставив запятую, и сказал бы теперь минимум цифр, максимум эмоций, потому что практически всю количественную информацию вы можете перевести в понятную, понятные вашей аудитории аналогии, которые вызывают у них какую-то эмоциональную привязанность. Помните про список из трех пунктов. Перечень с тремя пунктами — это самый эффективный перечень по сравнению со списками любой другой величины. 2, 1 пункт — это не список, это очень мало, 4, 5, 6 и больше. Это сложный и перегруженный. Все, что вы хотите сказать на одном слайде, старайтесь уместить в 3 пункта. Это вообще, наверное, справедливо не только по отношению к презентации, но и вообще к планированию ваших выступлений, речей, каких-то переговоров и всего такого. 3 пункта запоминаются максимально легко. 3 главные аспекта выступления запоминаются максимально легко. Если тема какая-то сложная или у продукта много характеристик, выбирайте 3 основные идеи на слайд и обобщайте все остальные. Или выносите на следующий слайд то, что можно загруппировать, и следите за тем, чтобы там тоже было не больше, чем 3 пункта. Это все поможет вам вызвать вау-эффект, потому что очень часто после выступления люди, которые слушали вас, они очень с достаточно легкой душой забудут все то, о чем вы говорили. Но вот те картинки на слайдах, которые они были, и самое главное, эмоции, с которыми они вас слушали, они запоминаются очень надолго. И поэтому успешно презентовать какой-то товар, услугу, себя, равно поразить потенциального клиента до глубины души, или того человека, с которым вы общаетесь, поразить до глубины души. Вспомните, как Стив Джобс для того, чтобы показать компактность нового ноутбука, просто достал его из конверта. Вот это и был тот самый вау-эффект, который запомнится очень надолго. Можно было бы до бесконечности рассказывать в цифрах, какой он ультратонкий и легкий, но вот чистой воды практическое применение, граничащее с неожиданностью, это и был тот вау-эффект, который запомнился на долгие-долгие годы. Ну и, как это ни странно, посыл важнее сути. Еще раз. Те, кто слушают вас, в первую очередь запоминают основные тезисы, они запоминают эмоции, поведение, и для того, чтобы показаться профессионалом, мы сейчас не обсуждаем, являетесь вы им на самом деле или нет, нужно транслировать уверенность. Можете использовать необычные жесты, мимику, оживляйте свое выступление, но при этом будьте абсолютно уверены в том, как вы выглядите, что вы говорите и какие эмоции вы транслируете людям в процессе презентации. Все остальное подтянется за этим состоянием. И даже если вы запнетесь или на каком-то из слайдов будет недостаточно хорошо раскрыта информация, общее впечатление о вашем выступлении будет гораздо сильно выше среднего и поможет вам закрыть ту задачу, ради которой вы и начинали эту презентацию. Такими были быстрые 10 фактов из книги «Карми на галу» и презентация «Уроки убеждения от лидера Apple» Стива Джобса. И сейчас три задачи, которые, как всегда, из каждой книги после 10 фактов я формулирую для себя, чтобы каждая прочитанная нонфикшн-книга приносила максимум пользы. Заклинаю делать это всех участников секты «Читай быстро», потому что это не художка. Тут если вы смогли вычленить для себя какие-то три задачи из книги, то, значит, получили процентов на 90 больше пользы, чем если просто прочитали и книгу отложили. Записывать можно куда угодно, но лучше в букнот. Блокнот для осознанного чтения. Больше про него можно прочитать у нас на сайте или погуглить. Достаточно неплохой подарок любителям нонфикшн-литературы и чтения. Мои три задачи. Постоянные тренировки. Минимум два или хотя бы одно публичное выступление в месяц. Ну, благо сейчас публичными выступлениями можно считать и проведение всяческих вебинаров без выхода из кабинета. Второе. Понятные чистые неперегруженные слайды плюс стори-теллинг плюс понятный язык. Везде, где цифры можно заменить примерами или историями, нужно менять. Ну, и не значит, что эти примеры или истории должны быть обезличенные, а бесцифренные, но цифра сухая должна быть заменена на цифру с эмоцией. И третья задача из книги. Любое выступление должно вызывать эмоции, но при этом, как говорил Роман Карцев, не пересаливать лицом. Такими были быстрые 10 фактов и три задачи из книги «Ай-презентация. Урок и убеждение» от лидера Apple Стива Джобса. И таким был проект «Читай быстро». На этой неделе подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, обязательно напишите комментарий, чего думаете по поводу презентации Джобса, презентации ваших, наших и того, как нам всем вместе нужно развиваться в этом направлении. А также проверьте скорость и осознанность чтения, подпишитесь на наш инстаграм, почитайте на блоге еще обзор какой-нибудь хорошей книги и перешлите этот обзор вашим друзьям. Так в мире станет больше начитанных людей. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok